привет друзья привет почтенный youtube посылка из китая лапса 30 обцаца ван китае посылка из шанхая не знаю так не очень люблю заказывать всякую фигню с алиэкспресс но заказал заказал маленькую штуковинку такой переходничок для антенны внешняя gps но ездили вот ну нормально пришла хотя вот так в специализированных магазинах и и нигде не заказать причем нормально там была она стоила там полтора доллара что ли общей сложности за 150 рублей пришлось бесплатной доставкой потом значит возник проблема возникла проблема с переклюком что здесь у меня здесь переклюк диоровский шимано диор трехскоростной на велосипеде сломался вот такой вот такой вот переклюк вот сам по себе каркас целый ну там плюсы минусы и так далее там уровни и прочее посмотрел то что было в в округе там в триале не было подходящего был по моему олива даже не олива чет ниже по моему асера по моему было в декатлоне тоже там такой уровня асера по моему думал ладно что делать вот если смотреть в российских магазинах то они переклюки дорогие двухскоростные сейчас есть а поскольку трехскоростной немножечко вот так это устаревшая модель и еще получается он с нижним хомутом вот то возникла проблема думаю ладно что делать не знаю закажу с алиэкспресса алиэкспресса он сам по себе переклюк обошелся в 15 баксов плюс 5 долларов доставка и плюс там должна лежать еще выжимка цепи вот поэтому посмотрел отзывы честно говоря так и не пришел к определенному выводу почему потому что но фиг его знаю что не присылает оригинал они присылают или подделку точную копию в общем осталось не не совсем ясно поэтому вроде бы нормально таком но по интернету достаточно солидно велосипедном магазине заказал этот переглев сколько-то давно обошелся не знаю там считать примерно в обществе наверное тысячи так тысячи чем-то по моему стоит в россии стоит по моему там районе тысячи полторы тысячи две вот так ну плюс выжимка цепи она там по 5 или 6 долларов у нас она стоит в основном по врубле 500 600 все сейчас откроем посмотрим что там приехала ушло нас месяц пришло на почту ничего там не знаю кучу всяких там таможенных каких-то там пунктов прошло вроде отслеживалась по треку отслеживалась что-то там сям побывала туда зашла сюда зашла по россии как будто она не знаю всю россию проехала но в итоге приехал из отпуска залез в отслеживание смотрю на курьерской доставке позвонил курьерскую доставку дома может еще и курьерская доставка придут они дают ну хрен тебе жди почта россии ну буквально вчера она оказалась службе вот этой курьерской службе и сегодня уже передали почту россии подтвердили уже пришло это уведомление вот так что я принципе сходил и получил смотрим вот так упаковано такая пузырчатая пленочка так для начала значит что смотрим выжимка цепи ну вроде бы как все что заказывал все посмотрим хорошая или плохая честно говоря никогда сам не выжимал цепь в принципе для 6 долларов деталька по неплохая нормальная такая точеная с вот этим с навальцовкой рукояточка вкручивается здесь задний такой нормальный стопорный болт у него на какое-то там назначение там пока в общем то еще я не умею я раз размыкать цепь ну думаю что принципе масса видео там на youtube есть как это делать ну примерно делается вот так в общем вот такой вот сзади какой-то регулировочный вид нормально хороший черный какой достаточно он ну достаточно добротный может быть не такой как делали раньше в ссср со штампа гост ну так нормально железячка по виду ну я так думаю литая просто не фрезерованная даже не то что литая скорее всего получается это наверное шестигранник тянутый тянутый шестигранник ну вероятно что нержавейка может просто может он хромированный может нержавейка вот чтобы здесь вот видно вот видно что там но не 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 летая деталь здесь вот ощущение видно что отрезали на станке тут вот тоже отрезали на скелке здесь наверно получается делали отверстие что здесь нарезали резьбу自 сделали вот эти вот думе за штук цепляется вот тут вот такой вот еще вороточек сам по себе ну я бы не сказал что прям как бы его безумно дикий восторг пришел я от этого изделия но нормально вот тут вот вот видите как баек такой практически сделан вот этот болт наверно вот этот болтный как раз черный этот баек наверно сделан из более твердого металла я так понимаю они заявляют наверно какие претензии на то что принципе вот оно вот такое вот такой вот вороточек вот такая выжимка цепи компактная как работает сказать не могу вот в районе 5 6 долларов с алиэкспресса можно купить вот такую штуковину причем вот ее и и если заказывать доставка вроде была бесплатная переклюк он платный так что вообще получается нормально вытаскиваем сам переклюк вот такой вот в коробочке не фирменный и насколько как бы он оригинальный узнает вот такой переклюк шманова диор ну по качеству исполнения я бы сказал что это оригинал в принципе вот тот что стоял вот это вот железные направляющие обсказал мне кажется достаточно более корябая стоял тут единственное что здесь вот есть вот вкладыш еще который под стандартную по тридцать вторую и по двадцать восьмую я уж не помню здесь вот вкладыша нет ну поскольку то вроде вкладыш у меня есть вот думаю что он особенно не нужен дальше смотрим некая надпись шамана диор хомут 3 скоростной здесь по моему это даже поаккуратнее сделано сам механизм крепления изменены эта модель у меня 510 где тут у неё надпись так значит вот тут написано fdm 510 оттесненная надпись есть сейчас посмотрю здесь есть такая fdm 610 ну вот надпись тут вот на мой взгляд надпись тут уже подозрительная fdm 610 то есть здесь то она вот получается сделано где она опять потерял вот тридцать один и восемь внутренний диаметр где надпись то а вот здесь вот здесь надпись под этими регулировочными винтами здесь на самом пластике никаких надписей нет на самой железке тоже нет никаких надписей вот а здесь вот есть здесь вот тоже получается есть shimano japan via sa 66 69 то есть вот здесь вот написано shimano japan 66 69 градусов здесь тесненно здесь здесь этого ничего нет ну трудно сказать собственно говоря может быть shimano упростили вот это вот все может быть это очень хорошая подделка может это оригинал ну в общем то по функционалу то же самое единственное что получается здесь вот немножко другое крепление тросика как она там это дальше сюда двигается это на себя это должно сюда двигаться но не двигается здесь вот такая вот стопорная херовина ее наверно надо как-то вытащить ну блокирует в общем с этим то понятно сама по себе деталька не сложная вот нагружаюсь сюда получается с нижним креплением сюда цепляется тросик тут насчет нижнего крепления вот оно верхнее крепление оказалось в общем получается нижнее крепление нижний проход тросика или верхний пока как бы я тут еще не разобрался тут я так понимаю что как раз нижняя здесь запросто может оказаться верхнюю какую сторону тут сука блик по моему верхнюю все подходит окрепление натяг тросика не с той стороны что здесь вот он тянет вниз получается сюда а здесь он выходит тянет вверх а не вниз ну и вот такая вот жопа так что я не уверен что шестьсот десятый заменит пятьсот десятый по железке то вроде нормально три скорости нижнее крепление хомута а вот в плане в какую сторону он тянет тут вопрос мне кажется он тянет вверх вот тут тянет вниз ну в общем вот так вот примерно такая вот ебатория заказывать из Китая не берусь судить оригинал это или нет ну вообще если это не оригинал то это очень гиморно по моему делать потому что он сделан очень хорошо сделан он правильно вот просто возможно Шаманова упростила в общем то может свои детальки реально перестала размещать делать эти и в Японии перестала делать там всякие лейбок здесь тиснение made in japan прочее то есть вот стоит такая вот тисненная надпись заклепка ну и деталька в принципе нормально все деталька как деталька все всем пока так вот